Монтаж гидравлической системы отопления компании РУС Теплопол. Характеристика объекта. Жилой дом в Подмосковье. Материал стен кирпич. Снаружи утеплен минватой. Черновой пол подготовлен. Уложена выравнивающая стяжка. Высота до потолка 6 метров. Есть второй свет и два больших окна до пола. Перед укладкой первого слоя теплоизоляции надо очистить рабочую поверхность пола. Гидроизоляционная пленка компании РУС Теплопол. Пленка сделана из полиэтилена высокого давления толщиной 200 микрон. Первым слоем укладываем гидроизоляцию теплого пола. Подрезаем ее под размеры помещения. Следующий слой пленки укладываем внахлёст примерно 10 сантиметров. Стыки проклеиваем обычным скотчем. Слой гидроизоляции уложен. Демпферная лента РУС Теплопол. Длина намотки 25 метров, высота 15 сантиметров. Расклеиваем демпферную ленту непрерывно по всему периметру помещения. Демпферная лента Нагреты стяжки полом. Демпферная лента уложена вдоль всех стен и опорных стоек. Укладываем первый слой теплоизоляции под фартук демпферной ленты и приклеиваем его скотчем. Плиты теплоизоляции кладем в разбежку. Расправляем фартук демпферной ленты над плитами. Первый слой теплоизоляции уложен. Обычно это плотный пенопласт толщиной 3 сантиметра. В плитах нижнего слоя теплоизоляции специальным термоножом вырезаем каналы диаметром 16 мм. Термонож работает легко и чисто. Прокладываем трубы, ведущие к радиатору и напольным конвектором. Укладываем основной слой теплоизоляции по всей площади помещения. Плиты просто и плотно сцепляются между собой самоцентрирующимися боковыми замками. На каждой плите есть разметка в сантиметрах, по которой ее можно разделить обычным ножом и легко разломить руками. Плиты теплоизоляции окрашены в фирменный зеленый цвет. Уложенные по всей площади помещения в разбежку, плиты образуют сплошной герметичный слой теплоизоляции. Укладываем трубы системы водяного отопления, теплый пол. Бухту трубы раскатываем между бобышек верхнего слоя теплоизоляции. Шаг укладки греющей трубы обычно составляет 15 см. У наружных стен трубы кладут плотнее. Расстояние между бобышками на плитах составляет 5 см. Это помогает точно раскатывать трубы согласно проекта. Якорные скобы РУС-теплопол. В местах поворотов трубы закрепляем ее скобами. Много скоб уходит на фиксацию центральной части трубы, уложенной улиткой. Обращаем внимание на высокую механическую прочность зеленых плит теплоизоляции. По ним можно ходить, не проламывая бобышки. После укладки греющей трубы закрепляем якорными скобами все оставшиеся углы и повороты. Уложены два контура трубы диаметром 16 мм. Длина трубы в каждом контуре не более 80 м. Помещение полностью готово к заливке стяжки. Цементные добавки оставлены рабочим для заливки стяжки. Фибра для теплого пола РУС-теплопол. Одного пакета хватит на 20 квадратных метров. Состоит из тончайших волокон полипропилена. Перед добавкой в цемент ее следует перемешать с водой. Пластификатор для теплого пола от компании РУС-теплопол. Поставляется в синих канистрах с прозрачной шкалой наполнения по 10 литров. Перед применением канистру взбалтываем. Добавляем пластификатор в смесь песка и цемента 1 литр на 1 квадратный метр площади теплого пола. Первый нагрев возможен примерно через 28 дней после полного созревания цемент-песчаной стяжки. РУС-теплопол. Классика теплого пола.